Я от души рад вашему приезду. Между нашими странами, можно сказать, полное доверие. Проблем никаких нет. Если есть, они общие. Будем с 1 января работать по системе Евразийского экономического союза. Могут говорить, что Евразийский экономический союз, торговля снизилась и так далее. Это да, но это по деньгам. Физические объемы сотрудничества между предприятиями, компаниями, совместные предприятия развиваются. Конъюнктура будет улучшаться, и это будет улучшаться. Потому что общая польза от того, что у нас общие таможенные границы, свободный переезд грузов, людей. Это очень большое благо, и мы твердо стоим на этом. Будет встреча в Москве. Мы ратифицируем вход Армении. Может быть, Кыргызстан будет готов к этому времени. Все остальные вопросы вы с нашим премьер-министром обсудили, я знаю. Уважаемый Настан Абиш, во-первых, огромное спасибо за приглашение посетить Казахстан. Мы действительно очень близкие партнеры. У нас впереди очень серьезный интеграционный проект, в котором мы уже находимся. Что касается того, о чем вы сказали, роста или некоторого уменьшения товарооборота, это все приходящее, точно все настроится. Самое главное, что сам по себе интеграционный проект идет, вы стояли у его истоков. И мне кажется, что очень важно, что со следующего года заработает Евразийский экономический союз. Привет вам от Владимира Владимировича. И, конечно, пользуясь случаем, позвольте сердечно поздравить вас и весь народ дружественного Казахстана с наступающим праздником Днем Независимости. Мы завтра вместе его отметим. Мне кажется, в этом тоже есть очень добрый, хороший символ. И то, что завтра встреча главпроектов ШОС проходит именно в этот день, показывает, что никакой альтернативы дружественному и свободному экономическому обмену не существует. Ну а между нашими странами отношения особые, я повторяться не буду. Еще раз хотел бы вас сердечно поблагодарить за приглашение.